В Беларуси продолжают создавать благоприятные условия для осуществления и развития ремесленной деятельности. 364-й указ, еще одно тому подтверждение. Этот документ ждали и вышел он весьма вовремя. Благодаря ему снимаются ограничения по наименованиям предметов, изготавливаемых по многим видам ремесленной деятельности. В список этот включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда. Данное законодательное новшество уже оценили ремесленники. Просто замечательный указ. И разработчики этого указа действительно постарались и создали такой документ, который позволяет теперь ремесленникам работать без совершенно проблем, которые существовали раньше. В указе практически прописано все. А самая главная строчка указа, это последние три слова, которые говорят о том, что теперь ремесленникам можно делать все, что не запрещено законом. А почитать о том, что нельзя делать ремесленникам можно в следующем указе президента. Это 337 указ о самозанятости. Вот то, что можно делать с самозанятостью, оплачивая единый налог, то нельзя делать ремесленникам. Поэтому очень удачный, очень хороший указ. Сегодня в Беларуси зарегистрировано порядка 23,5 тысяч ремесленников. Министр экономики Владимир Зиновский уверен, что с принятием указа эта цифра может увеличиться вдвое. Уверены в этом и в Московской администрации Бреста, где зарегистрировано около 1200 ремесленников. После принятия документа уже чувствуется ажиотаж, приходят, интересуются всеми нюансами. Людей устраивает прежде всего легкое оформление по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Для того, чтобы физлицам заниматься ремесленной деятельностью, не нарушая закон, необходимо, во-первых, стать на учет в налоговом органе, оплатить ремесленный сбор и оформить в установленном порядке книжку учета проверок. Ставка ремесленного сбора составляет одна базовая величина в год. При этом ставка не меняется в течение года и не увеличивается в зависимости от того, вы применяете, вернее, осуществляете один вид ремесленной деятельности или несколько. Впервые зарегистрированным ремесленником ставку необходимо будет оплатить до начала осуществления деятельности. В последующем можно оплачивать ставку не позднее 28 декабря текущего года. Например, уплата сбора за 2018 год должна быть произведена не позднее 28 декабря года текущего. Размеры его составляет одну базовую величину – 23 белорусских рубля в год. И это при том, что можно осуществлять не один, а несколько видов ремесленной деятельности. Вернемся в волшебную лавку ремесленников, расположенную в Бресте на улице Островского, представлены здесь работы, поистине великолепны. Приобрести подарок к Новому году, к Рождеству, можно на любой вкус и кошелек, а главное, он будет в единственном экземпляре. Руководители организации думают наперед и уже осуществили ряд шагов, которые поспособствуют наряду с указом о развитии. Одним ремесленникам тяжело справиться с теми проблемами, которые существуют в ремесленной деятельности. Поэтому буквально месяц назад мы создали новый союз, в котором ходят ремесленники, работодатели и предприниматели. И вот такое объединение усилий, наверное, даст положительные результаты и скажется и на экономических каких-то показателях нашей страны, и, наверное, поможет ремесленникам в том, чтобы создавать какие-то новые, красивые и оригинальные поделки. Реализовывать свои изделия ремесленники имеют право в строго установленных местах торговых, на рынках, на ярмарках, а также путем заключения гражданско-правовых договоров с индивидуальными предпринимателями и с юридическими лицами. Указ номер 364 принят в целях дальнейшего развития народных промыслов, а также вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность посредством создания дополнительных условий для самозанятости. Акцентируем, документам предусмотрено расширение перечня видов ремесленной деятельности и перечня материалов, снято ограничение по технике при декорировании предметов и еще. Основным нововведением указа является то, что ремесленникам предоставляется право торговли не только на рынках и ярмарках, но также в своих мастерских путем почтовых переводов по почте, а также путем размещения рекламы в сети интернет.